Организованный тур на Кубу с 7 по 15 февраля 2017 года. Гид Мария Шнайдер. Видеодневник. Сегодня у нас в программе знакомство с городом Тринидад. Наш корпус на берегу моря. Часть номеров этого отеля находятся в таких домиках. Есть интернет. После завтрака едем в центр города Тринидад. А наш отель, напоминаю, находится примерно в 10 километрах от центра города, на косе выступающей в море. Вышли из автобуса. Дальше идем ножками. Улицы центральной части Тринидада замощены камнем. Сувениры. Деревянные модели. Подборка фотографий Фиделя Кастро. Оформлена как стенгазета. Пришли в музей Тринидада, известный как дворец Контерра. Построен в конце 1820-х годов. Корректор А.Кулакова Америка . Тринидад Поскольку Тринидад был центром производства сахара и сахарного тростника, то для работы на плантациях требовались рабы, и Тринидад был главным пунктом работорговли в Карибском бассейне в 18-19 веках. Перевозка рабов из Африки на Кубу. Так рабы размещались при перевозке. Рисунок, иллюстрирующий продажу семьи рабов. Съемка сверху, исторической части Тринидада. Центральная площадь города. На ней находится приходская церковь Святой Троицы. Святой Троицы. В этой церкви хранится статуя Христа под названием Сеньор де Лавера Круз. Эта деревянная статуя XVIII века была отправлена в Мексику из Испании для церкви в городе Вера Круз. Но шторм заставил корабль причалить недалеко от Тринидада и освободиться от части грузов, включая статую в большом ящике. На центральной площади напротив церкви стоит дом испанского графа Николаса де Ла Круз Брюне, построенный в конце XVIII – начале XIX века. Здесь находится музей Романтико, который воссоздает аристократический кубинский интерьер XIX века с европейским влиянием. Статуя Терпсихоры, музыка танца. Угол старого здания. Еще угловой балкон. Утолщение ствола пальмы на нижней половине ее высоты. Заведение, в которое зашли ради туалета, с бывшим душем. Монастырь и церковь Франциско-Ассистского, построен в начале 1800-х годов. Сейчас здесь музей борьбы с бандитами, которое продолжалось после революции до 1965 года. Таверна Канчанчара была приютом пиратов и контрабандистов. Здесь подают напиток под этим же названием. Рецепт Канчанчара. Две унции или 60 мл рома, столовая ложка меда, столовая ложка лимонного сока, 1,5 унции или 45 мл газированной воды и лед подается в керамических чашках. Трусы в рамках. Естественно, музыканты. Держатели бутылок с ромом в виде черепов и рук. Покидаем центр Тринидада. Держатели бутылок с рома, столовая ложка меда, столовая ложка меда, столовая ложка меда. Вернулись в отель. Здесь у нас был обед. В ресторане отеля. После обеда я прогулялся по территории отеля и по берегу. На берегу бассейн. Открытая площадка для музыкальных мероприятий. Это наш корпус под названием «Тропические комнаты». Ничего тропического в комнатах я не нашел, кроме полотенца, сложенного в виде слона, с запиской, не открыто намекающей на чаевые. Тут один из главных корпусов. Страна, обращенная к морю. Прошел в конец. Территория, дальше все, аж поглушается. В этих домиках, как я уже говорил утром, также номера отеля. Ужин в отеле. Вечером на открытой площадке в отеле выступали танцоры и певицы. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok